Здравствуйте! В эфире программа события. Сегодня мы традиционно вспоминаем, какой была прошедшая неделя. В студии Валерия Макарова я и мои коллеги готовы рассказать о самом важном и интересном. Смотрите выпуски. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Путь в Москву пролегает через историческую родину. Свято место пусто не бывает. В Самаре находчивые предприниматели пытались повторно установить незаконные рекламные щиты. Восемь скорых с пострадавшими. Переполох в больнице Пирогова оказался учениями. Главным ньюсмейкером этого лета остается погода. Если граду и холодам уже никто не удивляется, то поводок в июле явление для Самары редкое. Последний раз такое было 23 года назад. Сейчас вода в Волге поднялась до небывалых для середины лета отметок. Из-за этого подтапливает низины. Так, дорога к пляжу в районе реки Кривуша уже в воде. Спасатели эвакуируют оттуда туристов. Однако некоторые предпочли остаться на отдыхе. С бесстрашными туристами пообщалась Марина Матвейшина. Во второй по-настоящему летний день городской пляж Новокуйбышевска пользуется особой популярностью. Но прежде чем на него попасть, приходится заранее раздеваться и разуваться. Дорогу к нему перегородила вода. Течение смог не сбивает, но достаточно сильное. Причем, по нашим ощущениям, вода прибывает постоянно. Еще несколько минут назад эта лужа была и меньше, и мельче. Уровень воды над дорогой поднялся примерно на 40 сантиметров. Однако поток не останавливает ни пешеходов, ни автомобилистов. Хотя некоторые оставляют машины перед водой и отправляются отдыхать пешком. Мы приехали на машине, но на машине мы туда не поедем. Почему? Мы не знаем, как обратно будем выезжать. Да и вообще опасно. Все равно уровень, я не скажу, что прям маленький. Приехали, оставили машину, уехали на ту сторону. Поэтому приезжаем в шоке, если честно, в легком, что увидели на мосту. А мы палатки переносили уже. Перенесли, потому что с разного. Спасателям даже пришлось принудительно эвакуировать людей с пляжа. От воды спасли 27 автомобилей, 42 человека, из них семеро детей, а также кошку и собаку. Подтопление произошло не только в Новокуйбышевске. Водой залиты и самарские пляжи. Волга вплотную подступила к набережной. В последний раз такое было 23 года назад. Уровень реки у Самары сейчас составляет более 30 метров и продолжает повышаться. В региональном МЧС предупреждают самарцев, что Волга в ближайшие несколько дней поднимется еще на метр. Это уровень воды не критический. Подтоплений территорий, объектов экономики, жилых домов никаких не произойдет. Единственное, что может подтопляться, это низменные участки реки Волга. Запретить при нахождении там жителей мы не можем, но вместе с тем все мероприятия предупредительные, которые необходимы, мы выполнили в обязательном порядке. Несмотря на предупреждение о том, что вода так и будет прибывать, некоторые любители дикого туризма отказались эвакуироваться и покидать свои палаточные лагеря. Единственное, что беспокоит отдыхающих, это плохая рыбалка. Да нет, не страшно. Почему? У нас тут лодка, ребятишки, мы из-за детей тоже не боимся. Да не пойдет, она придет на метр, даже она не застопитасилась. Да как-то нормально, нормально себя чувствуем, нормально отдыхаем. Несмотря на отказ туристов, ГИМС обещает патрулировать реку Кривушу в течение всего дня. Если вдруг люди попросят о помощи, их будут готовы вывезти. Марина Матвеевшина, Василий Колдашов. События. Более двух десятков животных оказались в опасности из-за нерадивого владельца разорившегося контактного зоопарка. В одном из торговых центров Самары, по словам очевидцев, звери, птицы и земноводные жили в маленьких клетках. За ними редко убирали и кормили одним и тем же комбикормом. Полицейские забрали истощенных и напуганных животных у хозяев. Сейчас питомцы на карантине, прокуратура проводит проверку. С подробностями Алина Чемерес. Для них созданы специальные условия. Здесь висят домики, в которых они могут располагаться в ночное время. Их будут кормить специализированным кормом. Теперь волнистые попугайчики могут создавать пары и заводить потомство, рассказывает биолог почти с 30-летним стажем. Еще несколько дней назад их вместе с кроликами, шиншиллами, хомяками и ежами перевезли из разорившегося контактного зоопарка на станцию Юнатов. Новый дом здесь обрели свыше двух десятков животных. Дмитрий Соловьев рассказывает, что звери поступили сюда напуганными и истощенными. Прежние хозяева кормили их в прямом смысле всем, что валяется под ногами. Животные были в плохом состоянии. Кормили животных с кошечной травой, с кошечной газоном, где содержались сигареты, пачки сигарет, целлофан. Трава была уже подвявшая, то есть как бы загревавшая. Такими кормами животных кормить нельзя. И все животные кормили одним и тем же комбикормом. Контактный зоопарк работал в одном из самарских торговых центров. О том, что животных там содержат в ненадлежащих условиях, в полицию сообщили очевидцы. В ходе проверки выяснилось, у владельцев зверинца не было соответствующего ветеринарного заключения. Являются ли питомцы переносчиками опасных заболеваний, пока неизвестно. Сейчас они находятся на карантине. Был установлено, что животные содержатся в ненадлежащих условиях, в связи с чем также на место были приглашены владельцы данного контактного зоопарка, которые пояснили, что в настоящее время контактный зоопарк у них не функционирует, так как данный бизнес для них стал неприбыльным, в связи с чем они прекратили свою деятельность. И владелец данного контактного зоопарка добровольно передал животных на ответственное хранение на станцию Юнатов. Раньше живые уголки были в любой школе, но потом их запретили. По мнению экспертов, это может быть небезопасным с санитарной точки зрения. Но работа контактных зоопарков законом не регламентирована, поэтому постоянно появляются все новые. Как только животные освоятся и почувствуют себя лучше, их переведут в вольеры к сородичам. Первыми адаптировались кролики. Зверьки прекрасно уживаются с местными обитателями. Тоже можно сказать и про черепах. Таких красноухих черепах в злополучном контактном зоопарке было две. По словам биологов, их содержали в маленьком аквариуме. Воду практически не меняли и кормили, чем придется. Теперь на новом месте черепашки живут в сородичами вот в такой вот ванной. И получают полноценное питание. По факту работы контактного зоопарка прокуратура проводит проверку. По ее результатам решат, заводить ли уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животными». Вернут ли зверей владельцу – пока тоже большой вопрос. Алина Чемерис, Григорий Плешаков, События. Спорная ситуация возникла в Самарском университете путей сообщения. Студенты целевого направления «Техносферная безопасность» могут остаться без дипломов гособразца. Это первый выпуск с новой специальностью. Как рассказывают сами студенты, они и не подозревали, что направление не прошло аккредитацию. Теперь опасаются, что четыре года учебы прошли зря. В непростой ситуации разбиралась Олеся Корецкая. Знали бы, где упасть, пошли бы в другой вуз, рассказывает Анастасия Никонова. В 2013 году 16 человек поступили в Самарский университет путей сообщения на новое направление – «Техносферная безопасность». Целевое обучение обещало хорошие перспективы в трудоустройстве. Но к моменту защиты дипломной работы выяснилось – направление еще не прошло аккредитацию. Об этом речи не было, и в принципе нам об этом никто не говорил. Если бы нам об этом сказали и сказали, чем это чревато, может быть, мы бы передумали. На каждом собрании предоставляется разная информация. Мы уже не знаем, кому вообще верить. Говорят одну информацию, потом мы приходим на следующем собрании, все совсем другое. В университете переживания студентов понимают, но заверяют – информация об аккредитации образовательных программ есть в открытом доступе на сайте вуза и сообщается всем абитуриентам перед поступлением. Что касается нового направления, заявку на аккредитацию подали в конце обучения, как того требует федеральный закон. На сегодняшний момент наша заявка принята и рассматривается в Федеральную службу по надзору в сфере образования и науки. Мы ожидаем аккредитации данной образовательной программы. В соответствии с календарным графиком учебного процесса, защита выпускной квалификационной работы предусмотрена на август текущего года. В вузе уверены, ситуация штатная и находится в рамках закона. Если направление не получит аккредитацию, выпускникам выдадут дипломы установленного вузом образца. Обещали помочь с трудоустройством. Со своей стороны студенты и их родители написали обращение в Министерство образования, Рособранадзор и прокуратуру. И в течение месяца ожидают ответ. Мы будем следить за развитием ситуации. Олеся Корецкая, Станислав Левин, Василий Колдашов. События. Восемь долгостроев удалось довести до ума в прошлом году. Долгожданное жилье наконец обрели более тысячи обманутых дольщиков. Столько же отпразднуют новоселье в этом году, обещают региональные власти. Новостройку, которую планируют сдать уже этой осенью, увидели представители областного Минстроя и наша съемочная группа. 12 лет ожидания. Илья Шулека уже и не надеялся отпраздновать новоселье. Квартиру в строящемся доме на улице Тухачевского купили с будущей женой еще в 2005 году. Через несколько лет застройщика признали банкротом. А так они с данный дом внесли список проблемных объектов. В 2013 году совместными усилиями городского и областного департаментов строительства определили нового подрядчика. Ну, слава богу, хоть вон облицовка идет, красит, все в порядок приводит. Вот бальзам на рану, честное слово. Потому что 12 лет уже думали, что все уже бесполезно, все это так и завалится. Четырехсекционный дом высотой от 10 до 16 этажей почти готов. Новый подрядчик завершил брошенную стройку, провел все коммуникации. Сейчас на объекте ведутся внешние отделочные работы. Много было всяких проблемных вещей. Ну, мы справились, дом достроили. То есть в данный момент осталось нам сделать благоустройство. Данный объект позволит удовлетворить значительное количество дольщиков. Их более 211 человек. Количество квартир предусмотрено 417 в этом доме. Завершение его позволит удовлетворить значительное количество дольщиков и завершить строительство, и позволит исключить данный проблемный объект из тех, которые не завершены на территории Самарской области. Дом на Тухачевского обещают сдать к началу 4 квартала этого года. Решение проблем обманутых дольщиков – одно из приоритетных направлений в работе регионального правительства. За пять лет в Самарской области очередь из обманутых дольщиков сократилась в разы. Каждый год долгожданное новоселье празднует больше тысячи человек. Кроме того, с 2012 года в Самарском регионе не появилось ни одного нового проблемного объекта. Олеся Корецкая, Станислав Левин. События. Единственный в мире работоспособный штурмовик Ил-2, выпущенный в Куйбышеве, выступит на международном авиасалоне «Макс». Историческое событие произойдет 18 июля в Московской области. Самолет пять лет назад нашли на дне озера в Мурманской области. Его отреставрировали и вернули в строй. В Москву раритет везут на двух тралах. Путь пролегает через Самару. На исторической родине легендарный штурмовик встретила Алина Чемерес. Возвращение на родину спустя более 70 лет. Этот штурмовик Ил-2 был выпущен в Куйбышеве на легендарном 18-м заводе. Свой первый бой принял во время обороны Заполярье. Был сбит, утонул и только недавно его нашли и восстановили. Но времени отняло у самолета способность летать. И уже через считанные дни он взмоет в мирное небо на международном авиасалоне «Макс». Одна пробоина, вот был подбит, ее специально не стали заделывать, так и оставили. Вот у самолета всего на третьем вылете его сбили, этот самолет. И пилота посадили его на озеро зимой. А лет был тонкий, он провалился. В том бою в 43-м году экипаж штурмовика сбил два вражеских самолета и уничтожил зенитную точку. Весь в пробоинах Ил-2 немного не дотянул до аэродрома. Сел на брюхо на озере Кривое в Мурманской области. Экипажу удалось спастись, а многотонная машина ушла под воду. Самолет подняли со дна пять лет назад, восстанавливали в Новосибирске. При реставрации удалось сохранить много оригинальных деталей, в том числе двигатель. Все это уцелело благодаря броне, за которую Ил-2 и получил свое военное прозвище. Ил-2 – это назывался самолет-летающий танк. Почему его называли летающим танком? Потому что у него был бронекорпус стальной, который прикрывал двигатель, пилота и баки горючего. Это был самолет поля боя. То есть летал он на высоте от 15 до 50 метров во время боя. У него было неплохое вооружение. Единственный в мире работоспособный штурмовик Ил-2 сложил крылья, но лишь на время поездки. Пятитонный самолет везут частями на двух машинах. Штурмовик высотой 3 метра, шириной почти 5, выехал из Новосибирска 9 июля. Путь пролегает через Омск, Уфу, Рязань, Пензу и историческую родину – Самару. Всего до места назначения 3,5 тысячи километров. Ехать, как говорят водители, почти неделю. На дорогах раритетному самолету почет и уважение. Разбирают ремонты, убирают ограждения, чтобы мы могли пройти везде спокойно. И как бы по предварительному звонку все это делается, проходит хорошо, без заминок. Очень бережно и с гордостью везде. Где только остановишься, люди с фотоаппаратами, с телефонами, из автобусов, даже по городу едешь, люди фотографируют, останавливаются по рации, кричат, спрашивают, что за самолет, куда, откуда. Звездный час боевого штурмовика наступит 18 июля. Самолет станет хедлайнером международного авиасалона «Макс» в городе Жуковский Московской области. Ил-2 совершит круг почета над аэродромом Центральной испытательной базы страны. Алина Чемерис, Василий Колдашов, События. Один велосипед в день в среднем угоняют в Самаре. С началом велосезона начинается и сезон велокраш. Двухколесных друзей уводят из подъездов, общих коридоров, а также с улиц. И не спасают даже тросы на замках. От веловоров пострадала и Олеся Корецкая. Она-то и выяснила, что делать, чтобы велосипед не угнали, и что предпринять, если кража все-таки произошла. Этот велосипед у Андрея Царева не первый. Предыдущие угнали буквально из-под носа. Двухколесного друга не нашли, пришлось покупать новый. Все лето молодой человек проводит в поездках. Я на работу езжу постоянно. И так с друзьями катаемся. И за Волгу ездим. Около почты оставляю, а работаю на почте. Там оставляю, во дворе. В магазинах оставляю. Ну ничего такое. На трос привязываете? Ну да. В последние несколько лет интерес самарцев к велопрогулкам значительно вырос. И как следствие повысилось внимание преступников к двухколесной добыче. В июне в Самаре украли 42 велосипеда. По горячим следам удалось вернуть три. В основном уводят из подъездов. Там нет свидетелей. Угоняют и с улицы, и с парков, скверов, от магазинов и торговых центров. Несмотря на то, что сейчас имеется средство ограничения движения этих велосипедов, то есть какие-то там цепи, какие-то ограничители, сейчас имеются разные инструменты, которые позволяют очень быстро это, так сказать, перекусить быстро и забрать велосипед. Тросы, цепи, блокираторы, кодовые замки, камеры видеонаблюдения поблизости от воров не спасут. Людное место тоже. На этом видео – социальный эксперимент. Участники оставляли велосипед на тросе, который потом на глазах очевидцев срезали псевдо-воры. Из 30 свидетелей только 10 отреагировали и помешали преступникам. Вот примерно такую картину обнаруживают владельцы только что украденных велосипедов. Иногда воры не оставляют даже трос. Специалисты по розыску велосипедов советуют сразу обращаться в полицию, а на месте искать свидетелей. Возможно, кто-то видел нового незаконного владельца. Также советуют записать номера рядом стоящих машин. Теперь у многих есть видеорегистраторы. Полицейским нужно сообщить все приметы велосипеда – марку, модель, номер на раме, название запчастей, описать каждую царапину, надпись и особенность. И лучше их сделать на своем двухколесном друге. Приметнее будет. Информация об украденных велосипедах есть в ориентировках. Сотрудники полиции регулярно проверяют велосипедистов на улицах. Подозрительных задерживают. Найти украденный велосипед реально, говорят специалисты, если самому принимать активное участие в поисках. Чтобы окружающие могли узнать ориентировки по вашему велосипеду, необходимо сообщить об этом на локальном велофоруме в вашем городе. Использовать социальные сети, различные группы, где общаются люди по интересам, связанным с велоувлечением. Чем больше людей, которые знают о краже вашего велосипеда, где вы подробно укажете все особые приметы визуальные, которые отличают его от похожего, тем выше шансы, что его кто-то обнаружит. Пострадавшим от веловоров советуют посещать комиссионные магазины, ломбарды, рынки, следить за объявлениями в интернете. Единственное надежное средство от угона – не оставлять велосипед без присмотра. Олеся Корецкая, Максим Гусев, Сергей Баскин. События. Неразменные рекламные щиты. Их убирают, а они возвращаются. Не то, что украденные велосипеды. Со склада, где хранились снесенные рекламные конструкции, пропали десятки элементов. Нашлись они на улицах Самары. Как рекламные щиты возрождаются из пепла, узнавала Марина Кравцова. На этот склад подрядчик свозит снесенные рекламные конструкции. Еще несколько недель назад здесь была пирамида из так называемых ног и целая стопка рекламных щитов. В итоге, во время контрольной проверки, сотрудники Департамента городского хозяйства и экологии не досчитались. 13 рекламных щитов. Исчезли также больше десятка железных ног и 4 бетонных основания. По условиям контракта, компания, которая занимается сносом незаконных рекламных конструкций, должна хранить их на складе до момента утилизации. Мы решили перепроверить те места, где данные конструкции были сняты и убедились, что точно такие же идентичные конструкции стоят на своих местах. Зафиксировали данный факт. Установки этих конструкций повторной. Как неразменный рубль. Щит сносят, он вновь возвращается. Эту рекламную конструкцию на пересечении улиц Старозагора и 22-го портсъезда убрали в конце июня. И через несколько дней она оказалась на прежнем месте. И подобных фактов выявили еще полтора десятка. Внешне щиты очень похожи на те, что пропали со склада. Появились они незаконно и кто собственник, непонятно. Нелегальные рекламщики работают только на собственный карман. Налогов в бюджет города не платят. А это деньги, которые идут в том числе на благоустройство, ремонт дорог и тротуаров. Кроме того, щиты незаконные, а значит и ответственности за них никто не несет. После шторма мы могли наглядно видеть, сколько рекламных конструкций попадало. Всем лекальным рекламораспространителям еще в мае были разосланы письма, уведомления комитета привезти конструкции в надлежащее состояние. И я хочу заметить, что только две конструкции пострадали от урагана. Все остальные конструкции, которые были повреждены, это также были незаконные. По поводу пропавших со склада и вернувшихся на улицы города рекламных счетов, глава Самары Олег Фурсов направил обращение в полицию. 7 июля в управление МВД России по городу Самаре поступило обращение главы городского округа Самары. Данное обращение зарегистрировано. По фактам, изложенным в нем, в настоящее время проводится проверка, по результатам которой будет принято обоснованное процессуальное решение. Контракт с недобросовестной фирмой-подрядчиком сейчас разрывают и будут заключать новые договоры с другими компаниями. Охранить снесенные счеты в дальнейшем не на частных, а на муниципальных базах. Марина Кравцова, Дмитрий Мешканцов, Григорий Плешаков. События. Готовы ко всему и самарские кинологи. Их четвероногие питомцы показали, как умеют задерживать преступников и разыскивать людей. В регионе прошли соревнования среди кинологов уголовно-исполнительной системы. Лучшие собаки и хозяева будут представлять Самарскую область на международных соревнованиях. Репортаж Алины Чемерис. Железная хватка. Если бы человек не был защищен, травмы бы были серьезные. Ризеншнауцер Белла или просто белка грозная только на службе. Сегодня противник условный. Собака на соревнованиях показывает навыки задержания. Справляется она отлично. Когда задача выполнена, дружелюбная и спокойная. В мирной жизни Белла укладывается отдыхать рядом с хозяйкой. Любим мы сыр, скажи. Любим тепло, очень запутаться в плед. Обниматься очень люблю. Причем со всеми. Если не на работе. Она когда на работе, она очень недобрая. Конвой ездим, она хорошо охраняет. Найти человека в укрытии, обнаружить наркотики, взять след, провести обыск на транспорте. В профмастерстве кинологи и их четвероногие напарники соревнуются уже несколько дней. Здесь только лучшие собаки, которые сейчас служат в региональной уголовной исполнительной системе. Животных каждый день осматривают ветеринары, кормят и тренируют по распорядку. Воспитывать своих напарников кинологи начинают, когда тем исполняется 8 месяцев. У немецкой овчарки Рекса задача усложняется. Справиться нужно сразу с двумя противниками. Он вообще изначально добрый, то есть я его ставил на защиту через игру. То есть я его не через злобу ставил, а через игру. Для него раздражителем является либо фигурант, либо осужденный наш. Он на них тоже очень хорошо реагирует. Но опять же он реагирует на них хорошо именно на территории учреждения. Я этому специально его не учил, он как-то сам додумался до этого. При нападении на сотрудника кинолог может применять собаку. Потом при, допустим, побеге из подразделения собака пускается без ошейника, без поводка, без шлейки, чтобы ее нельзя было не снять ничего. Сейчас злостное направление – это перебросы. И вот как бы периодически попадают, ловят собаками перебросчиков те, кто пытается достаять как раз запрещенные предметы в зону. И вот с помощью собак у нас задерживали несколько перебросчиков. Ретриверы – бельгийские и немецкие. Овчарки сегодня в региональном управлении ФСИН служат свыше 300 собак. Работают по всем профилям. По закону служебная собака приравнивается к спецсредствам. И спускать ее с поводка без предупреждения нельзя. Лучшим временем для дрессировки своих питомцев кинологи считают возраст до двух лет. Эту красавицу зовут Перси, собака розыскного профиля в профессии уже 4 года. Дама послушная, но только по отношению к своему хозяину. Я, конечно, сейчас попробую ее покомандовать, но вы все увидите сами. Перси, лежать! Не реагирует. Перси, стоять! Ноль. Попробуйте. Перси, лежать! Стоять! Хорошо, молодец! Хорошо! Итоги региональных соревнований подведут уже завтра. Три лучшие собаки и их хозяева отправятся представлять Самарскую область на всероссийских соревнованиях. Пройдут они в Башкирии с 4 по 8 сентября. Алина Чемерис, Василий Колдашов, События. Вот такой нам запомнилась прошедшая неделя. А я желаю вам отличного настроения и побольше хороших новостей. Еще увидимся! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнали Симон!